МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Один класс переводится, а вся школа рискует закрыться. Такая ситуация сложилась в гимназии с преподаванием на русском языке в селе Князевка Леовского района. Что говорят по этому поводу местные власти, узнаете из нашего выпуска. Заброшенные и в плачевном состоянии. Так выглядят многие остановки в Новоненском районе. Пятый канал попытался выяснить, когда будут отремонтированы все павильоны ожидания транспорта в стране. Руководители неправительственных организаций могут обязать декларировать свои доходы, имущества и личные интересы. С такой инициативой выступили депутаты парламентской группы Блока Победа Василий Боля и Вадим Фатеску. Соответствующий законопроект авторы инициативы готовы зарегистрировать в ближайшее время. Выступая в понедельник на брифинге, они отметили, что это позволит повысить прозрачность финансирования НПО, которая в последнее время сильно влияет на многие сферы жизни нашей страны, включая политические. Известные организации в области юстиции, которые доминируют в этом секторе. Многих представителей ассоциативного сектора можно увидеть на различных должностях в правительстве, в государственных учреждениях, включая судебную систему. Есть общественные организации, которые обладают лицензией и выступают с различными позициями или пытаются заниматься журналистикой. Эти общественные организации, очевидно, получают различные финансирования, в том числе и за рубежом. Мы часто не знаем, кто их финансирует, кто заказывает, кто, как говорят в обществе, заказывает музыку, кто музыканты, реализующие их идеи, которые финансируются. Вадим Фатеску добавил, что полная прозрачность в этой сфере позволит избежать конфликта интересов в работе неправительственных организаций. По его мнению, особую актуальность инициатива приобретает сегодня, накануне подготовки к президентским выборам. Ни для кого не секрет, что часто различные фонды, другие структуры пытаются активно играть в политическом аспекте. Тем важнее нам, гражданам, знать, кто стоит за ними на самом деле, какие механизмы финансирования используют эти организации. И наша инициатива по изменениям в закон о декларировании имущества и личных интересов направлена именно на повышение прозрачности всех НПО. Все структуры, как государственные, так и негосударственные, должны в равной мере подчиняться закону и играть по общим, понятным всем правилам. Но сейчас, к сожалению, ситуация выглядит иначе. Действующее законодательство оставляет за скобками то, как финансируются ключевые фигуры в этих организациях. А ведь мы хорошо знаем, что если этим людям платят, то они выполняют и часто политически выполняют заказы на какие-либо действия. Вносимая нами поправка станет своеобразной лакомосовой бумажкой для наших коллег из правящего большинства. Они очень любят рассуждать о европейских либеральных ценностях и полная прозрачность в работе некоммерческих организаций, различных фондов, безусловно, к ним тоже относятся. Пятый канал обратился к нескольким неправительственным организациям, которые получают спонсорскую помощь, в том числе и за рубежа, чтобы выяснить их позицию по поводу инициативы представителей Блока Победа. В ответе о Центре правовых ресурсов говорится, что цель закона, который хотят изменить депутаты, — проверка добросовестности людей, получающих зарплату из госбюджета или работающих в государственных учреждениях. Отмечается, что НПО по определению являются неправительственными, то есть не являются частью государства и преимущественно не финансируются за счет государственных денег. Есть организации, которые получают часть денег за счет перенаправления гражданами небольшой части подоходного налога по закону о 2%, но эти доходы и последующие расходы отражаются в отчетах перед государством. Более того, если некоторые представители неправительственных организаций входят в состав различных государственных советов, они уже обязаны подавать декларации об имуществе и личных интересах, которые автоматически становятся достоянием общественности. Соответственно, ничего нового эта инициатива не несет и скорее выглядит как попытка запугать представителей неправительственных организаций путем навязывания различных бюрократических процедур, особенно если проанализировать риторику за последнее время, поскольку все сотрудники НПО уже подают декларации о доходах и у властей есть все инструменты проверки, сообщили в Центре правовых ресурсов. Руководитель watchdogs.мд Валерий Упаша комментировать по существу инициативу отказался, а исполнительный директор Ассоциации независимой прессы Петро Маковей на наши звонки и сообщения не ответил. Отметим, что в прошлом году бюджет НПО watchdogs.мд составил 12 млн 689 339 леев. Среди основных спонсоров этой организации Европейский фонд за демократию, фонд Кондрада Аденаура, сразу две соровские организации, фонд Сорос Молдовы и фонд Открытое общество, посольство США в Молдове, посольство Германии в Молдове и многие другие грантодатели. Вся эта информация содержится в отчете Watchdogs за 2023 год. После прихода к власти партии Действия и Солидарность, Watchdogs заметно улучшил свое финансовое положение, а его руководители продвинулись по карьерной лестнице. Так, глава этой неправительственной организации Валерий Упаша в декабре прошлого года был назначен членом Совета Центра по борьбе с дезинформацией, созданного по инициативе президента Майя Санду. А в мае этого года правительство включило эксперта в области политики Валерию Упашу в состав национальной комиссии по фискальной монополии. Другой представитель ассоциации Watchdogs эксперт Сергей Тафилат сначала был советником президента Майя Санду в сфере энергетики, а летом прошлого года членом Совета директоров акционерного общества «Молдова-газ». В 2023 году на деньги западных партнеров Watchdogs реализовал более 20 проектов, в основном на тему борьбы с дезинформацией и пропагандой. При этом в октябре 2022 года Кишиневский суд признал руководителя этого НПО Валерия Упашу распространителем дезинформации. Суд постановил, что Паша должен публично извиниться перед бывшим замминистра иностранных дел Валерием Осталепом, возместить ему моральный ущерб в размере двух тысяч леев и покрыть все судебные издержки. Бюджет Ассоциации независимой прессы в 2023 году, согласно ее годовому отчету, составил 16 миллионов 291 тысяч леев, 13 миллионов из которых были получены от внешних доноров. Среди основных спонсоров этого НПО – фонд Сороса, немецкий фонд Фридриха Наумана, посольство США, организация Freedom House, американский национальный фонд в поддержку демократии и другие. Один из проектов Ассоциации – портал StopFalls, который выявляет и разоблачает фейки, часто относя к ним любую критическую для власти информацию. Бюджет Центра правовых ресурсов в 2022 году превысил 12 миллионов леев. В годовом отчете за 2023 год Центр не указывает никаких данных о своем бюджете и освоенных средствах. Лишь перечисляет основных доноров. Это фонд Сороса, фонд Фридриха Эберта, немецкое агентство международного сотрудничества, Европейский союз, посольство США и Нидерландов, канадский фонд местных инициатив. Согласно отчету за прошлый год, за период 2022-2023 годов юристы Центра правовых ресурсов входили в группу экспертов, которая подготовила пакет законов о реформе Высшей судебной палаты. И вот теперь бывший директор Центра Владислав Гребинча, хоть и с проблемами, вошел в состав реформированной ВСП, став первым судьей Высшей судебной палаты, назначенным на должность из числа лиц, не являвшихся судьями. В Молдове зарегистрировано около 14 тысяч неправительственных организаций. ПСРМ предложила бывшего генерального прокурора страны Александра Стоиногла в качестве единого кандидата от всех оппозиционных сил на пост президента Молдовы. Об этом сообщил лидер политформирования Игорь Дадон. ПСРМ не выдвигает кандидата от партии на этих президентских выборах. ПСРМ не выдвигает кандидатуру председателя партии Игоря Дадона или любого другого члена партии, хорошо известного по всей стране. Мы поддерживаем беспартийного единого кандидата, кандидата национального компромисса, вокруг которого можно будет консолидировать многие оппозиционные силы. В свою очередь Стоиногла заявил, что готов вступить в борьбу за пост главы государства. Я не политик. За мной нет каких-то политических проектов. Но в то же время я способен общаться со многими политическими лидерами этой страны, нашей страны, которая уже несколько лет между собой не общается. Напомним, Александр Стоиногла был генеральным прокурором Республики Молдова с ноября 2019 года и по октябрь 2021 года, когда он был отстранен от должности по пяти обвинениям, включая злоупотребление служебным положением и пассивную коррупцию. Сам Стоиногла неоднократно отвергал свою причастность к инкриминируемым преступлениям, считая уголовное преследование в отношении него политически мотивированным. Представители властей отвергают эти обвинения. По некоторым опротестованным делам Стоиногла добился справедливости в Европейском суде по правам человека. Бывший генпрокурор также оспорил отчет о служебной аттестации после получения оценки неудовлетворительно. Ассоциация судей «Голос правосудия» выразила глубокую озабоченность в связи с решениями Высшего совета магистратуры от 1 июля, согласно которым были отклонены просьбы четырех судей о назначении на должность до достижения ими предельного возраста без какого-либо юридического обоснования, включая просьбу судьи Виктории Сандуци, председателя Ассоциации судей «Голос правосудия». Это решение посылает опасный сигнал всей судебной системе и обществу, будучи принятым вопреки конституционным нормам и международным стандартам. Решение ВСМ противоречиво с нескольких точек зрения. Оно подрывает независимость судебной власти, основана на процедурах, применяемых задним числом и принятым меньшинством голосов, что противоречит правовым нормам, говорится в заявлении Ассоциации. Согласно распространенному сообщению, поправки 2021 года к статье 116 Конституции гласят, что судьи назначаются до достижения ими предельного возраста президентом по предложению ВСМ, исключая испытательный срок для защиты их независимости от политического влияния. Нынешняя практика ВСМ по подсчету голосов на основе общего числа членов, то есть двух третей от 12, включая несуществующих членов, которые еще не назначены, и игнорирование правовых процедур, рассмотрение подозрений в дисциплинарных или этических нарушениях противоречит положениям закона, постановлением Конституционного суда и принципам, надлежащие правовой процедуры, и вызывает серьезные опасения в отношении соблюдения верховенства закона в Республике Молдова, говорится в заявлении. Ассоциация судей призывает все юридическое и гражданское общество защитить независимость судей и протестовать против этих нападок на независимость судебной власти. «Независимые судьи должны быть защищены, а реформа правосудия должна быть подлинной», говорится в заявлении организации. Она также обращается к международному сообществу с призывом поддержать и защитить независимость судей в Республике Молдова и заявляет, что обращение будет направлено в Венецианскую комиссию, Совет Европы, Международные ассоциации судей и другие соответствующие зарубежные структуры. Высший совет магистратуры не отреагировал на заявление Ассоциации судей «Голос правосудия». И на запрос Пятого канала о комментарии по этому поводу мы пока также не получили ответа. Исполняющий обязанности председателя ВСМ Серджио Караман рассказал в воскресенье в интервью телеканалу ТВ-8, что он голосовал против судей Виктории Сандуци, потому что она получала финансовую помощь от родственника, находящегося под уголовным преследованием, а не из-за ее постов и комментариев в Фейсбуке. Сандуци отвергает эти обвинения. Напомним, 1 июля ВСМ отклонил запрос судей Виктории Сандуци, неоднократно обращавшись к президенту Майя Санду, о назначении ее на должность до достижения предельного возраста. В ответ на это Сандуци написала в своем посте в социальных сетях, что репутация важнее, чем должность. Бывший заместитель директора НЦБК Кристина Чуботару также подвергла резкой критике отказ ВСМ назначить Сандуцу до достижения ее предельного возраста. Чуботару также раскритиковала внимание ВСМ к постам судьи в Фейсбуке. Два года назад глава государства отклонила кандидатуры 13 судей из 40 для назначения на должность до достижения ими предельного возраста. Среди них была Виктория Сандуци, которая была назначена судей Кишиневского суда на пятилетний срок. Уже тогда Ассоциация судей «Голос правосудия» назвала отказ президента опасным сигналом для всей судебной системы. В ответ Сандуци сказала, что некоторым судьям было отказано, потому что они не заслуживают своей должности. После этого Сандуци не раз критично высказывалась в адрес властей и реформы правовой системы в нашей стране. Народный адвокат Чеслов Панько предлагает пересмотреть процесс набора молодежи в армию. В рамках передачи «Молдова лайф на эксклюзив ТВ» Панько заявил, что существует дискриминация между призывниками различных социальных слоев. По его мнению, процесс призыва молодых людей на основании отсутствия диплома об образовании необходимо пересмотреть. Он ссылается на случай, когда парень не успел окончить гимназию. Запись в лице еще не открылась, а молодого человека уже призвали в армию. Это дело рассматривается в суде. Мы понимаем, что у нас должно быть набрано минимальное количество призывников, но возникает вопрос. Почему ребят из социально уязвимых семей призывают чаще, чем тех, кто катается на БМВ, и речь не идет об автомобилях, а о том, что эти парни также не заняты в образовательной системе? Так почему же их не призывают? Методологию необходимо адаптировать. По мнению народного адвоката, система обязательного военного образования не учитывает права человека в полной мере. Касательно общения призывника и тем, кто координирует этот процесс, необходимо учитывать обстоятельства, уязвимость, психическое здоровье, потому что в армии нам нужны люди прежде всего психически здоровые. Необходимо иметь четкое представление о физическом и психологическом развитии. Иногда у человека нет возможностей там адаптироваться. У нас не очень хорошие условия в казармах, где они проводят этот год военной службы. Необходимо и улучшить их питание. По мнению Панько, отдельно стоит уделить внимание улучшению условий проживания и питания рекрутов. Народный адвокат намерен предложить ряд изменений в положение по воинскому призыву, чтобы исключить дискриминацию и улучшить условия прохождения службы. Мы обратились в Министерство обороны за комментарием по поводу заявлений Чеслова-Панько, однако на момент подготовки материала из ведомства мы не получили ответа. Напомним, с начала этого года заметно участились военные учения и занятия резервистов национальной армии. На сайте военного ведомства еженедельно публикуются сообщения о новых сборах, которые, как утверждают в Министерстве обороны, проводятся в соответствии с планом подготовки. 27 июня депутаты, отправящие ПДС, приняли в первом чтении поправку к соглашению между Министерствами Молдовы и Румынии о военном сотрудничестве. Документ предусматривает совместную подготовку и участие военнослужащих обеих стран в различных миссиях и операциях под эгидой ООН, ОБСЕ, НАТО или Евросоюза. С начала войны на Украине Молдова последовательно увеличивала оборонный бюджет, который в этом году достиг почти 2 миллиардов леев, что на 262 миллиона больше, чем в прошлом году. В Кишиневе на прошлой неделе прошла третья встреча министров иностранных дел Молдовы, Румынии и Украины. Главы дипломатических ведомств трех стран обсудили гибридные угрозы, подписав меморандум о региональном сотрудничестве в борьбе с дезинформацией. Такую угрозу, по словам министра иностранных дел Украины, представляет, естественно, Россия. Мы согласовали шаги по противодействию дезинформации и другим формам российской гибридной агрессии против наших стран. Россия задействует всю свою пропагандистскую машину, чтобы повлиять на выборы президента и референдум в Молдове осенью этого года. Кулеба заявила о готовности Украины помочь Молдове в отражениях этих опасностей, однако в чем именно будет выражаться эта помощь, не сказал. Также стороны не раскрывают подробностей того, что предусматривает подписанный ими документ. Однако, если исходить из опыта Украины в борьбе с дезинформацией и иностранным вмешательством, то соседнее государство прошло путь от отключения отвещания всех оппозиционных телеканалов студий, которых были заблокированы полицией, до фактического перехода к мановещанию. Как сообщало радио «Свобода», в эти дни, переключая украинские новостные телеканалы, зрители не найдут отличий. Везде будто идет одна и та же передача. С тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года, основные каналы транслируют один и тот же общий контент. Круглосуточное вещание, известное как телемарафон «Еды не новыны». Эти новости телеканалы производят, координируя свои действия с высшими государственными чиновниками. Отмечала радио «Свобода». А одно из самых влиятельных изданий США, The New York Times, недавно опубликовало статью, в которой говорится, что власти Украины ограничивают свободу слова и оказывают давление на журналистов, когда те освещают темы, которые, по их мнению, могут навредить национальной безопасности. В свои действия официальный Киев объясняет требованиями военного времени, однако первые шаги в этом направлении власти Украины стали предпринимать еще до начала военных действий. Так, 23 февраля 2022 года Владимир Зеленский внес в парламент указ о введении чрезвычайного положения, согласно которому запрещалось распространение информации, которая может дестабилизировать обстановку. Документ также предусматривал особое регулирование связи интернета и телевидения, закрытие СМИ без решения суда, возможность запрета политических партий и общественных организаций. После этого, 19 марта 2022 года, президент Зеленский ввел в действие решение о реализации единой информационной политики в условиях военного положения и о нейтрализации угроз информационной безопасности государства, в результате которого все телеканалы перешли на вещание в рамках единого национального телемарафона. А в августе 2022 года Верховная Рада Украины проголосовала за закон АМЕДИА, который позволяет закрывать СМИ без решения суда и запрещает публиковать несогласованную информацию о России или независимую информацию о ходе боевых действий. Многие молдавские эксперты опасаются, что и официальный Кишинев может пойти по этому пути, тем более, что первые шаги в этом направлении правящая ПДС уже предприняла. Однако, в отличие от Украины, Республика Молдова ни с кем не воюет и не находится в состоянии войны, а заявления о гибридных угрозах пока не были подкреплены никакими фактами. Комментируя подписание меморандума о региональном сотрудничестве в борьбе с дезинформацией между Молдовой, Украиной и Румынией, аналитик и социолог Ян Лисневский заявил Пятому каналу, что навязыванием правильной информации, закрытием неугодных телеканалов и другими подобными шагами власти уровень доверия людей к СМИ падает катастрофически, что уже произошло в Молдове, которая явно давно повторяет украинский вариант борьбы с дезинформацией. Буквально вот уже второй опрос подтверждает, еще буквально мартовские наши показатели, что доверие к средствам массовой информации упало до 11%. Это из-за того, что власти не умеют правильно работать с информацией, не умеют давать побольше мнений, не умеют давать ее выбор людям, выбирать информацию, которую им потреблять. А вот это навязывание, оно приводит к тому, что да, у нас появляется, можно так скептически сказать, гибридная война. Потому что когда люди видят, скажем так, напорство со стороны власти, что вот нужно знать только это, они начинают сомневаться и начинают искать другую со всеми информацию. Такой же эффект получили и европейские политики, вводя ограничения демократических прав и свобод. Потому что европейские страны в начале 2022 года начали принимать такие же меры. То есть закрытие, например, телеканалов, которые, скажем так, дают другую точку зрения, чем правительство. Но они увидели, что у них такое же пробушение доверия к СМИ происходило. И они оставили, они создали альтернативные СМИ. Почему Республика Молдова пошла на такие шаги? Ну, здесь очень странный этот выбор, на мой взгляд. Потому что он уже доказано, что приводит именно к противодействию. К обратным результатам. К обратным результатам. По словам эксперта, запретами и навязыванием своей правды власти только добиваются противоположной реакции со стороны граждан. А он видит врага правительства, который не дает ему зарплату, который не дает ему пенсии, который не дает ему информацию, самому решать информацию. Он начинает видеть в правительстве врага. И это показывают общественные опросы, которые доверят к самому правительству. Ну, в порядках 17-15%. То есть у нас показатель, что более 80% видят врага в правительстве. И вот в чем парадокс. И когда общество начинает искать вот этого врага, моего врага, он находит его в лице России. И начинает именно, да, действительно информироваться больше возможностей из других источников, из европейских источников. С 2022 года власти Молдовы без суда и следствия закрыли уже 13 телевизионных каналов и более 40 сайтов. Последний телеканал был закрыт в марте этого года. Свои действия официальный Кишинев объяснил необходимостью защитить национальное информационное пространство и предупредить риск дезинформации и попытки манипулирования общественным мнением. При этом никаких доказательств, в чем именно состояла угроза госбезопасности со стороны закрытых телеканалов, представлено не было. Суд столичного сектора Буиканы отклонил ходатайство об объединении уголовных дел в отношении Башкана Гагаузии Евгения Гуцул и независимого депутата Марины Таубер, касающихся незаконного финансирования запрещенной партии ШОР. Решение принято, несмотря на заявление адвокатов обеих подсудимых о том, что в делах содержатся одни и те же обвинения и рассматриваются одни и те же предположительные преступления, а также фигурируют одни и те же свидетели. Это, конечно, было ожидаемо. Хочу сказать, что сейчас нам было отказано по нашему ходатайству, наших защитников, наших адвокатов, в том, чтобы наши дела, которые идентичны на все 100% с Марины Таубер, чтобы они их объединили. Но, к сожалению, судьи вынесли решение, что у нас одно и то же дело будет проходить отдельно с Мариной Александровной. Завтра у меня очередное судебное заседание, поэтому простите жители Гагаузской автономии Сейчас все делается для того, чтобы приостановить работу тем, чтобы мы могли улучшить жизнь наших жителей автономии. Все делается для того, чтобы я практически все свое время находилась здесь. В ходе заседания был заслушан заместитель председателя ЦИК Павел Постика в качестве ответственного за финансирование политических партий и избирательных компаний. Я объяснил суду, какие аргументы и аспекты привели к решениям ЦИК о наказании политической партии ШОР, в том числе Марины Таубер, путем отмены регистрации, в том числе на местных выборах в Бельцах. Депутат Регина Апостолова жестко раскритиковала заявление по СИКе. Когда человек неуверенно говорит, когда человек говорит очень тихо, когда человек путается в своих показаниях, это говорит о том, что все, о чем он говорит, сфабриковано. Самое главное, человек, который занимает такую должность, он был не в курсе, оказывается, что в 2021 году партии ШОР не было открыто финансирование. И это потом стало главным аргументом в обвинениях, которые сегодня слушаются в суде. Второй момент. Сегодня господин Постика четко говорит о незаконном финансировании, А оказывается, вот те донации, которые мы добровольно сдавали на выборы 21-го года, 23-го года в Гагаузе, это считается криминальными деньгами, это считаются деньги криминальной группировки. Перед началом заседания Марина Таубер опубликовала в социальных сетях документы, подтверждающие, что Постика точно знал, что партия ШОР на тот момент не имела банковского счета. Он заявил, что не знает, почему и как партия ШОР осталась без банковского счета в 2021 году, злоупотребление которой наряду с другими фейками было использовано для последующего снятия с выборов в Бельцах. Ниже мы приводим доказательства того, сколько раз мы обращались в ЦИК и другие учреждения с просьбами решить проблему, связанную с банковским счетом. Но эти ходатайства были полностью проигнорированы, говорится в сообщении Таубер. Он несколько раз солгал, чтобы исключить нас из нескольких избирательных компаний. Но, как я уже говорила, при поддержке такой команды и такой семьи, дорогих людей, мы знаем, победа будет за нами. В своем телеграм-канале Марина Таубер опубликовала несколько обращений, доказывающих, что Павел Постика знал, что у запрещенной сейчас партии ШОР тогда не было банковского счета, и она просила ЦИК и другие учреждения решить эту проблему. Однако, по ее словам, обращения игнорировали. Заместитель председателя Центра избиркома обвинение отверг. Я квалифицирую эти заявления как политические. Я не лгал суду, а объяснил, какие доводы и факты подтвердили, в том числе окончательными и бесповоротными судебными решениями, аспекты, связанные с незаконным финансированием политической партии ШОР и проведенных избирательных компаний. Сторонники Блока Победа, собравшиеся перед Буйканским судом, требовали справедливого правосудия. И на этот раз перед зданием были полицейские и карабинеры. В акции протеста участвовал и член Блока Победа, председатель партии ШАНС Алексей Лунгу, который заявил, что команда, в которую он входит, еще раз доказывает, что является большой семьей. «Семья молдаван, любящих свою страну, любящих свой народ, язык и флаг. Сегодня только мы с вами боремся за эту страну». Напомним, уголовное дело в отношении Башкана Гагаузи и секретаря Центрального офиса бывшей политической партии ШОР было направлено в суд в середине апреля. Их обвиняют в сознательном принятии в качестве сообщников финансирования конкурента на выборах и политической партии со стороны организованной преступной группы. Обе обвинения отвергают. Депутата Марину Таубер обвиняют в соучастии в незаконном финансировании запрещенной партии ШОР и в фальсификации финансового отчета о выборах примара Бельц 2021 года, в которых она участвовала. Депутат называет это дело политическим. Власти эти обвинения отвергают. Дочь председателя фракции ПСРМ в местном совете города Сынчера Серчо Брензилла, который, как было сказано в новости на прошлой неделе, вел себя агрессивно по отношению к одному из водителей, требует опровершения опубликованной информации. По ее словам, новость, опубликованная на портале Пульс Медиа МД, является клеветнической. В своем заявлении для СМИ дочь Серчо Брензилла говорит, что действие ее отца, заместителя директора Ассоциации «Зеленое хозяйство», было ответом на неадекватные поступки одного из его подчиненных, который, находясь за рулем, позволял себе шутки по отношению к другим водителям, провоцируя опасные ситуации. В тот момент господин Брензилла, находясь на территории своего рабочего места Ассоциации «Зеленое хозяйство», развернул автомобиль, догнал его, вытащил водителя из служебной машины, встряхнул его и вербально предупредил, что в следующий раз уволит. 30 мая по этому делу была сформирована дисциплинарная комиссия, в рамках которой были опрошены несколько свидетелей по этому инциденту. Члены комиссии пришли к выводу, что действительно, этот подчиненный господина Брензилла Дан Бешли увел себя неадекватно. Из-за этого оба получили 31 мая дисциплинарное взыскание, а именно письменное предупреждение, после чего инцидент был исчерпан, говорится в сообщении для прессы. Дочь Брензиллы объявила, что по делу будет подана жалоба, так как по ее словам, цитата, «Похоже, что господин Серчо Брензиллы стал неугоден на этой должности, и против него предпринимаются эти грязные методы». В публикации подчеркивается, что инцидент произошел 23 мая, а не 5 июля, на территории Ассоциации «Зеленое хозяйство» в рабочее время, а не в городе Сынджира. Напомним, в первоначальном варианте новости, опубликованный «Пульс Медиа МД», говорится, что председатель фракции ПСРМ в местном совете Сынчера Серчо Брензиллы повел себя агрессивно по отношению к водителю одного из грузовиков. Это запечатлели камеры наблюдения. На кадрах видно, как машина, за рулем которой находился Брензиллы, перекрывает путь к грузовому автофургону. После этого Брензиллы силой вытащил водителя автофургона из кабины, вел себя агрессивно и, как сообщает цитируемый источник, ударил его несколько раз, затем затолкал его обратно в кабину машины. «Пятый канал» попытался дозвониться по номеру, указанному на странице Серчо Брензиллы в социальных сетях, но на наши звонки и отправленные сообщения мы не получили ответ. Мы также не получили ответов по этому поводу в полиции и в пресс-службе ПСРМ. Класс уходит, а школа из-за этого рискует закрыться. В такой ситуации оказалась русскоязычная гимназия в селе Князевка Львовского района после того, как было принято решение перевести пятый класс, единственный в котором преподавание ведется на румынском языке, в районный лицей. В связи с этим перераспределением в Князевке остается слишком мало детей, чтобы школа могла продолжать работать и получать государственное финансирование. В результате в этом году школьному звонку, возможно, будет некого звать на уроки. Самая наша большая проблема – это то, что в нашей школе мало детей. У нас 57 учащихся, и этого недостаточно для финансирования школы в полном объеме. Поэтому у нас очень большой дефицит бюджета, и в связи с этим возникают все последующие проблемы. Родители выступили с просьбой не возить детей так далеко, потому что это 40 километров дорога, и это очень долго, дети будут уставать. Причина перевода румынского класса в том, что для этих категорий школьников не хватает преподавателей. Директор школы говорит, что учителя, преподающие на русском языке, готовы пройти переподготовку, переквалифицироваться, чтобы восполнить недостаток. И, конечно, нам хотелось бы, чтобы пятый класс остался у нас. Для того, чтобы преподавать в шестом классе дальше, добавляются специалисты, и у нас есть учителя, которые знают русский язык, преподают на русском языке, но они в данный момент изучают румынский язык по национальной программе, они заинтересованы в работе и хотят переквалифицироваться и преподавать на румынском языке. Учителя боятся, что если идея директора не сработает, то они останутся без работы. Школа должна быть. Мы хотим работать дома, мы не хотим ездить никуда. И я считаю, что закрыв школу многие учителя теряют работу. Пообещали, что у меня будет рабочее место. Но, понятное дело, что я тоже не хочу ездить за 3-9 земель. И непонятно, какие там будут условия. За судьбу школы и ее учеников переживают в том числе и родители, и бабушки с дедушками. Я бабушка и хотела бы, чтобы моя внучка ходила в школу здесь, а недалеко отсюда. Она маленькая, ей бы лучше выспаться и успеть поесть, чем вставать еще раньше. Здесь, на месте, ее встречают мама и папа. Ребенок отдохнет за то время, которое потеряет в дороге. А зимой это тяжело, и транспорт может сломаться, ведь это техника. И я очень сильно переживаю также за здоровье своего ребенка. Не дай бог что-то случится, что-то произойдет. Это во-первых. Во-вторых, есть какие-то кружки, да, вот, есть какие-то кружки спортивные, художественные, куда мы отдаем своих детей. Если он поедет с утра и приедет в 4 часа, когда он успеет еще посетить этот кружок. То есть мы должны своих детей отделить от всего, только на дороге тратить время. И все, больше ничего. У меня сердце болит за всю Молдову, потому что это катастрофа, то, что сейчас творит ПДС, закрывая школы. Эти дети, чью судьбу они решают? Америки или Молдовы? Дети вынуждены просыпаться за полтора-два часа раньше, чтобы добраться в районную школу. У маленького ребенка в первом классе 4 урока, у девятиклассников по 7 уроков. И эти малыши должны будут сидеть по 3 часа, чтобы дождаться старших. Но они устают, они голодные, они сидят на холоде. Ладно, летом они остаются дома, но приближается осень, зима. Они должны будут ждать на холоде, это кошмар. Почему не оставить школу в каждом селе, чтобы дети учились в своем же селе, чтобы матери были спокойнее? Ведь у них есть работа, которую им приходится оставлять, чтобы присматривать за детьми. Я считаю, что они хотят сделать так, чтобы наши дети не хотели учиться, чтобы они были необразованными, неграмотными. Они хотят сделать из жителей нашей Молдовы послушных овец, чтобы, как они говорят, так и делали. Им не нужны дети, которые будут рассуждать и иметь свое мнение. Судьба гимназии в Львовском районе остается неясной. К этому моменту в результате реформы Министерства образования уже были реорганизованы 5 учебных заведений в другом, Санжирейском районе. И еще предстоит принять решение об оптимизации шести школ в Тараклийском районе. Два образовательных учреждения в этом районе уже были объединены. Председатель Львовского районного совета Николай Попа заверяет, что нет никакого риска закрытия гимназии в селе Князевка. По крайней мере, в этом году. Тем более, что численность учащихся в этой школе не ниже 50 человек, необходимых, чтобы учебное заведение могло работать. Не знаю, с чего взяли те преподаватели, что что-то закрывается. Львовским районным советом не принято какое-либо решение о закрытии соответствующего учебного учреждения. Да, там есть проблемы, остались 50 учеников. Мы создали рабочую группу, попытались решить проблему. Но там все зависит от местных жителей, от родителей, от педагогов. Николай Попа заявил, что вопрос о закрытии гимназии в Князевке стал обсуждаться после предложения о ее слиянии со школой в соседнем селе Саретена. В результате этой реорганизации обе школы продолжат работать, но с одним руководством, добавил председатель районного совета. Это связано с гимназией в Саретенах-селе, которая рядом с нами, и мы предложили им, чтобы работать остались оба учебных заведения, но чтобы они приняли совместное решение. Чтобы оба учебных заведения пришли к общему знаменателю и работали вместе, в одном были бы начальные классы, в другом другие учащиеся. Но они не приходят к общему знаменателю, и нам со временем придется принять решение. Подчеркиваю, решение не принято и не знаю, будет ли принято до начала учебного года. Напомним, один из проектов, разработанных Министерством просвещения, предусматривает перевод учащихся из школ с числом менее 50 учеников в одну из 35 так называемых типовых школ, которые ведомство намерено создать. В соответствии с проектом, Министерство просвещения предложит родителям по 1000 леев за каждого ученика в случае их согласия на перевод в более крупные школы. Министерство просвещения Остановку соорудили местные жители своими силами еще 40 лет назад, рассказывают оставшиеся в селе люди. Говорят, что за неимением другой, новой остановки, приходится пользоваться этой. Да, так люди и стоят под вот этим. Нам это не особенно-то и нравится, мы бы хотели чего-то лучшего, но что поделать, другого нет. Тем не менее, сидеть на бревне лучше, чем ждать транспорт стоя, как это делают жители соседнего села, Новые Мирены. Надо решить проблему с остановкой и сделать ее здесь. Не дай бог дождь, гроза или посмотрите какой зной. Вот стоим в тени под деревьями. Остановка нужна, чтобы укрыться от всего этого. А было такое, что вы ждете здесь в дождь? Да, стояла с зонтиком здесь под дождем. Да, мне надо было поехать к маме в больницу, и я стояла тут. Вот так мы и ждем с зонтиком, как можем. Что делать? Деваться некуда. Местным жителям некому рассказать о своей проблеме, да и по словам самих людей это все бессмысленно. Кто знает, когда сделают. Другой так ничего и не сделал. Только обещал и ничего не сделал. Это пустые слова, ничего конкретного. Только слова конкретных дел не было. Только мы знаем, каково это. Хоть бы кто-то пришел спросить, есть ли у тебя в доме хлеб или что-нибудь еще. Проезжая Новоаненский район, мы обратили внимание, что практически во всех селах остановки заброшенные, разбитые и грязные. А на некоторых из-за невыносимого сморада невозможно находиться. Ближе к Кишиневу на национальной трассе мы увидели новую остановку, о которой лишь мечтают некоторые сельчане. Ее установило Министерство инфраструктуры и регионального развития. Однако, судя по виду, она стоит слишком дорого. Так считают местные жители. Остановка сделана из удара прочного стекла и оборудована столбами уличного освещения солнечными панелями, стоимость которых составляет 31 тысячу леев. Вместо такой остановки сделайте другую, в 4 раза дешевле, чем у них. Он поставил такие в Кишиневе. Какой в этом смысл, если много денег осело в карманах? Вы думаете, можно ли сделать такую остановку за такие деньги? 80 тысяч. С 80 тысячами можно сделать много остановок по всему городу. Металл не такой уж и дорогой, цена будет другой. Я не знаю, какие материалы, сколько будет стоить. То есть, смотря, сколько стоят материалы. Но из того, что я вижу сейчас, не похоже, что стоит 80 тысяч. Несколько месяцев назад министр Андрей Спыну похвастался 19 современными остановками, установленными на национальных трассах. По данным СМИ, цена каждой из них достигает 200 тысяч леев. Это вызвало волну критики в обществе. Люди называли их остановками Спыну, считая их предельно дорогими. Сам Спыну опроверг эту информацию, сказав, что одна остановка стоит примерно 62 тысячи леев. То есть, на все 19 было израсходовано свыше миллиона леев. Пятый канал попытался узнать в пресс-службе Министерства инфраструктуры, будут ли установлены по стране другие современные остановки и сколько денег необходимо для ремонта всех остановок в Молдове. Но мы так и не получили ответа. Ранее столичный примар, раскритиковавший проект, сообщил, что в Кишиневе оборудованы 39 остановок, 10 из которых действуют еще и в качестве городского освещения, имея электрические и осветительные элементы. Стоимость работ по оснащению одной такой остановки достигает 88 тысяч леев. Фестиваль дружбы народов под девизом «Традиционная семья» провели в эти выходные в нескольких регионах страны. Мероприятия, организованные политическим блоком «Победа», были направлены на популяризацию традиционных ценностей и кухонь стран-членов Евразийского экономического союза. В Аргееве праздник проходил в обновленном сквере, а на входе всем желающим вручали печенье с глазурью, поверх которой был нанесен рисунок в виде национальных орнаментов стран Евразийского экономического союза. Это стало приятным сюрпризом для гостей, которые оценили гостепримство. Большое спасибо! Будьте здоровы! Всего самого доброго! Мы с Ханчеш приехали сюда! Браво! Молодцы! Это какой труд стоит! Всех этих людей спасибо, кто в этом участвовал! Низкий поклон, кто сделал такой красивый праздник людям! Стенды, представлявшие государство Евразийского экономического союза, были украшены элементами, характерными для культуры и традиций каждой страны. Также была выставлена традиционная посуда и множество других предметов ручной работы, отражающих богатство и красоту обычаев стран-сообщества. Организаторы также подготовили веселые конкурсы и лотереи. У участников была возможность и повеселиться, и одновременно выиграть ценные призы, в том числе электровелосипед и мобильный телефон. И дети отлично проводили время. Малыши катались на горках, участвовали в различных мастер-классах, а аниматоры заряжали их хорошим настроением. На мероприятии, посвященном традиционной семье, был и особенно эмоциональный момент. В духе праздника на сцене Аргеевского городского сада состоялась церемония, наполненная символизмом, был заключен гражданский брак. Пара решила соединить свои судьбы именно в этот день. На глазах у публики молодожены Иоанн и Лана поклялись друг другу в вечной любви. Зрители были глубоко тронуты этим особенным моментом. Свидетельства о браке им вручили представители местных властей с традиционными пожеланиями. А от лидера политического блока «Победа» Илона Шора молодожены получили в подарок телевизор. Кроме того, супружеским парам, которые прожили вместе уже более полувека, были вручены почетные грамоты от председателя района, а также примара муниципия Татьяны Кочу. Этот жест был сделан в знак благодарности за терпение и мудрость, которые помогли им пройти по жизни плечом к плечу. Диплом, любовь и признательность выражаем быткой Александру и Ксении, прожившим в браке 67 лет. Поздравляем! Примара Аргеева Татьяна Кочу рассказала собравшимся, что мероприятие было организовано с целью популяризации традиционной семьи. Мы знаем, что семья – это поддержка и опора для каждого человека. Именно в семье мы рождаемся, именно в семье получаем воспитание, именно в семье мы понимаем, что такое уважение и взаимоуважение, и знаем, что только семья может быть рядом с нами и в хорошие, и в тяжелые времена. К собравшимся обратился лидер политического блока «Победа» Илон Шор. Он отметил, что путь Молдовы лежит в Евразийский Союз, который открывает перед нашей страной широкие возможности для экономического развития. Я уверен, что именно с этими странами мы сможем с вами создать единое экономическое и идеологическое пространство, в котором нам с вами будет жить хорошо. Дорогие друзья, сегодня я хочу сказать следующее, что мы, несмотря на те сложности, которые нам устраивают иностранцы, европейцы, американцы, мы будем биться за свои ценности, за ту историю, которую дали нам наши родители. Фестиваль дружбы народов «Традиционная семья» прошел и в муниципе Ибельцы, где также царили радость и гармония. Дети и взрослые, пришедшие на мероприятия, танцевали и веселились от души. Депутат Александр Нестеровский уверен, что большое количество людей, посещающих подобные мероприятия, свидетельствуют о том, что молдаване хотят сохранить свои ценности. Депутат Марина Таубер считает, что красивые традиции стоит перенимать у других народов, как в данном случае праздник, достойный всяческого восхищения, традиционный день семьи, исконно отмечаемый в Российской Федерации. Любовь может быть только между мужчиной и женщиной. И самый главный плод красивой любви – это дети. Дети должны расти в здоровом обществе. Дорогие друзья, мы всех поздравляем, мы желаем вам, чтобы у вас у всех были крепкие, красивые семьи, чтобы было много детей, чтобы было много любви. Мы хотим также в этот праздник поблагодарить и Российскую Федерацию, и, конечно же, наших партнеров из Евразес, потому что, когда мы организовывали данный праздник, мы задумывали, конечно же, и еще один смысл, что мы – большая семья. И нам было очень вкусно попробовать сегодня блюдо казахстанской кухни, блюдо белорусской, армянской кухни и многих других стран, и почувствовать еще раз вашу культуру в Молдове. Праздничное мероприятие провели и в Тараклии. Семья – это вообще, наверное, то, ради чего надо жить. Вот когда у меня родился ребенок, я понял, что моя жизнь, я пришел на этот свет для того, чтобы дать будущее другому человеку, и живу ради него. И я считаю, что так, наверное, живут все родители. И, конечно же, мы ради своих детей хотим сделать жизнь в нашей стране намного лучше. Я поздравляю вас, конечно, с этим праздником. И мы сделаем все, чтобы защитить эти наши ценности, чтобы наша традиционная семья всегда была во главе у каждого человека. И в Вулканештах команда «Блока Победа» пропагандировала дружбу и взаимопонимание между народами во имя мира и процветания нашей страны. Такие мероприятия должны проходить везде по стране. И мы должны напоминать всем наше видение, а наше видение следующее. Мы являемся людьми с традиционными ценностями. Для нас семья – это наше все. Поход на вот такие мероприятия вместе с семьей, с женой, с детьми, с бабушками, с дедушками для нас является альтернативой похода на всякие парады и всякую нечисть, которую придумывают кто-то за рубежом и пытаются нам это все привнести. Здесь также звучала музыка, а люди веселились под ритмой любимых мелодий. Собравшихся радовали и аниматоры – настоящие мастера развлечений. Качество воды в озере и качество песка на пляже в Архейленде соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам, заявляют в Аргеевском центре общественного здоровья. Это означает, что посетители могут спокойно купаться и загорать. Риска инфекционных и паразитарных заболеваний нет, и это подтверждают результаты лабораторных исследований. Ежегодно парк развлечений Архейленд проходит необходимые проверки. В этом году тесты свидетельствуют о безопасности купания в водах озера и в бассейнах. Нет никакого риска подхватить инфекционные заболевания. Власти Аргеевы полностью соблюдают законодательство, которое регулирует управление озерами и пляжами. Вода постоянно фильтруется с помощью четырех насосов высокой производительности. Доступ бродячих собак на пляж исключен. Чтобы это обеспечить, на пляжах ведется круглосуточное наблюдение. Сотрудники аргеевского предприятия компании «Сервича Комуна Локативе» каждый день убирают территорию вокруг озера. Таким образом, парк развлечений и дальше остается единственным местом в стране, где молдаване могут отдыхать и развлекаться безопасно и абсолютно бесплатно. Отметим, что зона отдыха на озере включает два пляжа, оборудованных шезлонгами, скамейками, акведуком и душевыми кабинками. На пляжах белый песок, а вокруг озера обустроена аллея, по которой посетители могут прогуляться и полюбоваться окружающими видами. Для детей есть бассейны с водными горками, малыши могут весело провести время на батутах и на детских площадках. Все эти развлечения абсолютно бесплатны. Субтитры создавал DimaTorzok